Вот мы начали работу на Рыжковском. Иначе, конечно, тут глину насыпают. Глину насыпают. Ребята, куда пошли вы? Сюда вываливать. Тарасиево. Вот здесь вот. Вот сюда, сыпьте. Вот где эта солома, туда и сыпьте. Вот, Володя потом вылетал. Это наша команда. Смотрите, много не сыпьте туда сена. Понемногу таскай. Понемногу. Ну не, побольше, конечно. Просто таскайте, и все, почаще. Бегайте туда-сюда. Все, высыпай. Все, все, Тарасик, все. Да, я показал уже. Еще еще она? Да, натаскивайте, натаскивайте, она пригодится еще. Так, вот. Сестра работает с лопатой. Алексей загружает. Тут надо увеличивать. Уже вода близко подходит. Надо срочно поднять. Вот эта толкушка какая-то своеобразная. Вот Вик Николаевич у нас с ведрами. Проспали. Проспали, да? Проспали, да. Я 8 пришел, никого не нет. Задержались, Николаевич. Паучение было долгое. Опоздавшие будут работать. Так, вот брат Никита у нас. Никита Андреевич с братом Ваней. Ходятся тоже. Вот брат Роман. О, еще новая бобрища открылась. Я по тому берегу прошел, там посмотрел. Ну, бобриные там ходы есть. Ну, еще андатры. Андатры-то поменьше. Прям дорожки. Помнишь, видео-то смотрели? Кто он там один? А, ну да. Мужик-то объяснял. Соколов, Соколов. Дорожки такие, прям протоптанные. Ну, бобров не видел. Я далеко, вот, ну, не с километров, метров, наверное, 500 туда прошел. Домик здесь и там. Ну, да, он видал, вон, да, посреди воды стоит. Вот еще мне давай. Бобровая хатка. Такая острая, я ее подточил. Вон, еще одна. Дядь Володя. А это что, за девицы на выданье стоят тут у нас? На приеме, да. А, Тань, посмотри, наверное. Николай что-то у нас опять ходит. Руки в карманы. Николай, ты где? Ты участвуй, участвуй. Проси работу какую-нибудь себе. Что ты стоишь-то? А вот сейчас с соломой давай. Только тонким слоем. Тонким слоем, рассыпай по глине прямо. По глине рассыпай вот так. Походи туда, не бойся. Пока все сейчас еще подойдет. И бери с сена. Помогите здесь растрясти солому. Помогите солому растрясти тут. Понемножку. Видите, вот тоненьким слоем. Как будто бы соль. Вот сюда, вот там. А, туда, ну, увалю, увалю. Пусть и увалю здесь, потом дальше. Как в Египте. Блина, солома, вода. Они городские игроки. Вон туда вываливались. Дальше, дальше. С того края зайдите вон там, где нету глины. Вываливайте там. Городки еще над деревенскими смеются. А тут я лопату уже разровняю. А ты покажи, где вон хатка. А я показал уже. Показал. Они нам здесь сильно мешают. Что-то надо делать. Убери. Вот, сломал. Руками раздели. Блин, все время в руках все ломается. Авария. Дядя Володя. Сломалась у нас тут. Ну что, делать надо. Ну, сделаем, конечно. Надо разогнуть ее больше, железку. А чем разогнуть? Топором? Топор принеси. Старайся, вон топор лежит. Вон, где лопаты, куда-то бежал. Все. Там, поглядя, что делал. Все время меняется стиль работы. Дядя Витя, скажи, чтобы никто не стоял. Виктор Николаевич, сказали, чтобы не стоял никто. Дядя Володь. В Востоке. Что уже путаешь? Ну, что теперь делать? Что теперь делать? Песни петь. Ну, не просто стоять. Музыкальное управление давайте. Да, музыку надо. Вы сами... Музыку, пожалуйста. Давай, 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 делай пару, что вспомнишь. Учери тебя и меня. Учери дочь наплыла. Там уже музыку заказали. Не хочу. Прося, ну ты удивляешь меня. Ну что это такое? Ничего, мы работаем. Такие... Точно работаем. Девочки, музыкантный, звук не поют. Ну, у тебя хорошая самоцелька. Так, подожди, что мое ядро тоже? Если я буду петь, то Ливия и Леонида будут меня. Просим, мы тебя спросим. Так, только не толпиться, а то вы выстроились. Все, выстроились. Так, согласна в притче, да, Вик Николаевич? Когда-то там говорится, что один в одном часу пришел там стоять. Знаю, насчет той притчи, но, как говорят, семеро с ложкой, один с ложкой. Так и тут. Один с ведрами и толпа петра. Ахах, не баловаться. Ребят, девочки. Рюлькова, а ты где? А, вон он. Николай! Где он там? Все, починили уже? Молодцы. Уже починили, да, Игнать? Починили, все, не говорю. Ну, что, это мы вырвали. Я его вытащил, разогнул сначала, а потом загнал туда. А потом топором загнул. Надо было моток братье. Вон еще один работник идет. Ему надо тоже бригаду дать. Там девочки свободные стоят, вон. Ну, надо дать. А какое дать, пока не знаю. Надо найти, где место. Может, тебе помогать тут? Ну, пускай он приступает тогда. Поможет, мне поможет тут воду разливать. Тут сила нужна. У него ведро хорошее. Давай, сейчас придет. У нас установлена команда. А ты с той стороны, чтобы его ставь, чтобы он долбил. Дай ему толкушку. А вон она, вон она, вон она толкушка. А я долбил. По распоряжению дяди Володи. Вперед. Лопату можешь положить, она пока не нужна тебе сейчас. Не забудь ты. Все, вот здесь вот. Вот твое поприще. Глину буду подавать. Высыпай, сейчас возьми. А, все-таки лопату возьми. Разровняй. Ведро оставь, да, здесь поставь. Это под воду будет тебе. Все, разровняй. Где вот глины нету, туда разровняй. Высыпайте, высыпайте, высыпайте. Посей, посей. А потом ровно тоненьким слоем сено. А посену уже туда проливать и долбить, чтобы она питала. Это муравейное. И сено сделай, чтобы ровно там было. Муравейное гнездо. Но нет, не исходило. Муравей. Вот этот край, выбери его весь. Выберай туда, тащи. Перетягивай землю. Чтобы наклон был в эту сторону. В эту. В сторону берега. Там должно быть бортиком. Возле воды. Все, Исаак, бери у них это ведро. И он туда на край засыпает, чтобы там бортик получился. Повыше. Вы не стойте захватить ведро. Это не бери, это не бери. Вот это не бери. Это под воду у него. Все, сейчас это. Брат, рассыпай солому тонким слоем. Вот она лежит. Тонким-тонким, толстым не делай. Это убирай лишнее все. Тонким слоем. Тонким, тонкий сад. Это очень толстый. Это толстый. Перебить. Чуть-чуть, чтобы и как осталось. Надо воды. Я в воду соломинку. Да-да, вот так вот, как ты сейчас здесь насыпал, вот так вот нормально. Это лишнее убирай все. Вы высыпайте просто. Высыпайте. Он потом разроняется. Все, сейчас водой пролей. На вот, вон там воды. Тебе разгони там соломинки. Слушай, там девки заколготились. Ну вот я и говорю, что они там стоят. Там интереснее. Так, садиться никогда не надо. Все время садиться. Они как на торжище стоят праздно. Они нам принесли все сено, все. Сказали пока. Ведра никогда не колотите. Это последнее дело. Дорога на руку, края загнулись. Никому не нужен вегро. О, братья наши трудятся. Видишь, Витя, как на торжище. Прича. Это побочники наши. Все, ровненько так стоят. Выбирай. Выбирай, да. Ведра. Ведра, да, да, да. Ведра, да, да, да. А я буду торгать, как не могу, вот так. А, ну, тут кубайзом и большая. Хотя, в принципе, помоем. Так, кто подает здесь тебе блинуто? Всем. Сейчас, пока я подготовлю. Сейчас будет. Пока не надо ничего там. Или мы что, по размеру... Девчонки, вот двое положи, не надо держать. И так идет. Ложите здесь. Идите нам что-то поможете. В одно ведро вдвоем носите. Я вижу по силуэту. Двину носите. Где девчонки? А что, тяжелое? Ваня. Одно ведро двое. Что не понятно? Одно ведро наберут двое. Ваня, отружаешь? Одно ведро берут двое. Что это означает? Взяли руку рукой туда. Да ну и так. Одна сюда, другая сюда. Тоже делаем здесь. Ваня, отружаешься за степень. Ложи, ложи, ложи. За степень. Ложи. Ваня, ложи. Степа пока дождет. Дали на грушку. Агня, все, берите в ведро. Быстрее, берите вдвоем. Вдвоем одни не таскай. Все, тащи. Ваня, срочно. Работай, Ваня. Какое поколение за нами идет. Так, алло. Агния. Вы, дайте им вывалить. Вываливайте сюда. Не накладывайте. Иди сюда. Сними с себя шубу-то. Надел ты ее опять. Гнил уже в этой одежи. Куда ты ее бросил? На глину-то зачем? На тележку отнеси. Не понимаю, одна. Ведро пустое дождались. И пошли дальше. А рабов хватает, да? Паравон приехал. Это. Я у него отпросился. Отпросился. Ну давай. Вот его вчера позвали, а он говорит, батюшки овечек там пасти. А сегодня отпросился. Куда его поставить на работу? У тебя что это такое? Сними эту лишнюю-то. Зачем тебе это? Сколько у тебя штанов-то там? Одна. Одни? Ну это-то сними. Холодно будет? Ну а сейчас жарко, сейчас жарко будет. Согреется. Ты наоборот, ты лишнюю, снимай с себя. Одна рубашка, чтобы было. Там все нападать. Я имею в виду, должно быть же на выпуск. У него штаны. Подскажи ему как. На выпуск должно быть. Что у тебя все время штаны, я тебе сколько замечаний уже делал? Вот. Потом будем по переменке таскать. Один отдыхает, а другой несет. Давайте. Что, куда его? Ну куда его? Работника этого. Он опоздал, команда уже набрана. Ну иди там где-то увидишь. Ты работу-то знаешь. Пока по боку. Да. Посмотри, потом придешь и скажешь. Что тебе нравится, что ты будешь делать. Ну иди, скажи тогда, где ты будешь таскать. Так, давай, скорее. Не стой там. Отсюда сразу. Как Петр Первый говорил. Понимаешь? Чтобы считали не по бумажке. А каждый делал доклад, чтобы дурь каждого видна была. И вот здесь они работают, видишь. Главное, девчонкам сказал. Двое, одно ведерко несите. Они не могут понять никак. Я говорю, двое. Вот за ручку уберитесь. Одна вот сделала так, левой рукой. А другая правой, левой с этой стороны. Вот так вот. Все. Это как это в притче. Это лев. Ой, как она? Лев. Лев, щука и рак. Да, да, да. А вот смотри. В прошлый раз в эти мы забивали. С этим по Степой. Вот. Они все привелися. Ну. Ты войди там дальше, посмотри, сколько растет. Посчитай. Степа! Степа! Иди сюда посмотри, сколько мы сажали. Тут все проросло. Сколько деревьев? Посчитай пока. Потом придешь. Сейчас проверим, Степа, какая у тебя математика. Проверяй, где вы посадили, посчитай все их. Как там учителя учат наших детей? Это не Ваня, где Дениска? Что, Заваню? Да. Это не оскорбите. Вот они ветла. Самое такое дерево. Очень живучее. Там еще одна маленькая. Двадцать пять лет. Двадцать пять лет. Дин. Папа! Сад! Ас-два-о! Что такое ас-два-о? Это вода. Так, какие неорганические? Классы, как ты знаешь. Ну да. Вы же неорганику учите. Экзамен по химии прям степили. А, вспомнил. Кислоты, оксиды, основания и соли. Пошел за глиной. А глина к чему относится? Виктор Николаевич, а глина к чему относится? Глина это смесь там. Там есть алюминий, кислород. Там еще что-то есть. А там в глине все же? Даже натрий. Да, там смесь. Ничего себе. Ну, есть глина, оксид алюминия. Которая голубая? Из нее забывают алюминий потом. Которая голубая глина? Ну, она может и голубая, может и не голубая. Да, она вся карат. А за счет чего она вот такая, цветом-то? Какой там? Там же еще глины есть, натрий и прочие вещества. Они вот дают такую графику, видимо, и все вместе. Понятно. Так, Ваня, очень сложно. Куда? Ведро уронили. Игнать, значит, ведро уронили. Воду? Ну, так. Ну, что, стали теперь. А как так уронили? За два раза уронили. Да, он просто вот так вот наклонился. Ну, как? Ну, ножи держат. Как как? Оно упало. Ну, оно упало. Как оно упало? Оно у него вытянет из рук. Кто? Устепывается. Ну, зачем тут стоп это здесь-то? Вон там упало бы, оно бы упало на площадку. Зачем здесь-то, когда идет прямая лопата? Или разувайся, лес туда ищи. Есть веревка с крючком. Веревка с крючком есть. Да, она не крючком не даст. Ну, разуйся-то достать. Тут будем до обеда шариться. Вот одну минуту не посмотрел, почему они здесь сыпали. Все, ничего нет. Утопили корабль Титанию. Ушел по дну. Ну. Халини, не надо сюда. Надо разуйся достать. Давай сюда. Разуйся, достань, ноги обморщившись. Тут еще не сделаешь. Сюда не подходить больше. Дурни, здоровые. Вон на сено садись писать. Разуйся. Вы вдвоем держите. Один-то все равно удержит. Если даже второй отпустит. Смотри, как будет доставать. Исаак, ты будешь холодный душ принимать сегодня для ног. Ты купался в этом году? Нет еще. Нет еще? Ну вот попробуй. На. Если там даже ведро упадет, оно никуда не денется. О, смотри, ведро. Куда не падает. Все травки принесет. О, спасение. Титаник подняли наверх. Образно говоря. Смотри, куда пошел. Сидите, там ведро вороните. Володя, сейчас они ведро уронят. Подойдите, там уроните. Смотри, как ногу не надо. Смотри, как ногу не нагрузают, девчонки. Вот так. А вы протерете, а потом уроните. Все, куда-нибудь, никуда. Ну, здорово получается. Они уже все поняли. Смой ноги. Это забережок. Ой. Все. На уши. Давай. Верно. Да это все было потом. Это все. Так разнообразно, походи. Мы запускаемся. Мы запускаемся. Побольше тебе. Иди, Лядя, Володя, до конца. Побольше тебе. Крупка тут у вас создалась какая-то небольшая. Ваня, все, все. Ваня, ты всех задерживаешь. Ты что, не ты же, как черенком уже задерживаешься. Вот. Вау. Я с ногами перебираю. Ой, я буду еще вот сюда уже. Вот сюда уже. Входи. 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 Пиф, растения. Еще немножко. И фру. Да, чуть-чуть. А, нет. Азот. Азот это холодный. Двоем пускай даскать. Жидкий азот холодный. Отдайте. Это закиси. Отдайте. Жарко стало, наверное, жарко. Я ничего не знаю. Ну и сейчас. А В? Жил скорее всего, но понемногу. А В? В это объем тела. Чего? Объем тела. Погруженного, да? Ф Архимеда, оружие В. Ну, очень просто. Какие у вас уроки хорошие? И телесные, и умственные. Мы физическое, и умственное помещаем. Так, так, дробот. Сколько было жён и наложниц у Соломона? Тысяча. Теперь по именам вот называют. Соломон. Где, там? Ну да, конечно. По три человека на метро. Ладно. Сено, сено. Сено вот это? Сено, из-за водой сразу воды. Солярная. Вот так. Это вроде бы проходил, но я не знаю. Солярная. Так, должно быть три человека на одно ведро. Двое таскает, один отдыхает. Чё? А-а-а. Это монтор. Воды. Вода. Вода. Ливия, Леонида, вы это, ведра помогайте таскать. А двое таскает, а один отдыхает. А то у вас двое. Аксена-то положите, да и всё. Чё, чё вам подавать тебе? Всё. А вон, Виктор Николаевича можете таскать. Вон, бери длину. Это вдвоём старайтесь. Этот, Николай, Николай, ты чё сел-то опять? Помогай давай, день. Одень. Ваня, тебе надо нагружать, потому что дело-то стоит. А девочки таскать будут. Стой. Ваня, Ваня, ты тут ближе, сюда иди. Ладно? Давай. Возьмём. Вау. Вот ещё одно поприще тут. Сейчас помогут Алексея. Писак, смотри за ними глаз да глаз. А то я тебя столкну вместе с ведром. Не приближай её к этому обрыву, когда бежите. Вон, ещё один работник приехал. Это Ермак. Ермак, что-то... Как идёт волна убой гурится. В кавычках бодрый. Я говорю, как волна убой идёт. Давайте, слышите меня. Ага, аккуратней. Геннадий Иванович, вон ещё один работник. Доброе утро. Доброе утро, брат. Ну, тут у нас команды составились. Я не знаю, да, сейчас я пойду проверю. Он пускай пока нагребает им. А вы проверите. Я проверю пока там полоса ведров. Нагребаем пока. Пока нагребает. Вы это по ведрам хотя бы считайте, кто когда будет отдыхать, кто когда работает. Это... Тарасий, замени этого Стёпу. Стёпа, иди отдыхай, ты уже устал. Всё, вдвоём берите и таскайте. Дядя Алёша, поступай в распоряжение. Там большие комки, можно в бедро вложить руками. Ребятишки маленькие, вдвоём. Вон они как его поднимают. Мускулистые, глядя, что делают. Тёпа, ты чё, ты отдыхай давай, чё ты бежишь? Или ты сердце успокаиваешь? Нет. Хрестик, ягумен наш. Вот один отдыхает, он сзади. Так и двое работают. Может, смениться будет? А чё у вас освободилось? Ну, меня сменились. Новые и свежие силы. Дядь Володя, кадры, смотрите. Видите, какие у меня сапоги, они чистые. Агни, Агни, ну, ты что, ты устанешь? Не надо. Ты мелковатая ростом для этого дела. Да. Тебя саму можно брать в качестве. Толкушки. Я коло в прошлый раз, Стёпу брал. А вон у тебя ещё один, скандидент стоит постоянно. Весите. Коля, не спи. Так вы высыпайте, высыпайте уже. Вон там, где он протолок. Вон там протолок. Высыпай глину туда. Да, тут я плохо прожил. Прямо сыпь сюда, только равномерно. Ой, сапоги. Ой, при чём, для сапоги. Да. Да, ну рассыпайте равномерно. Рося может даже съесть туда и вы ее подавать. Ну, только не солите. А сразу раз. А то ты так будешь до вечера просить. На, на, Рося. Идро. Где главный фильм? У меня расплевается. Так, давайте задачу. Стараюсь. Так, так. Ты купил лимонаду. Ну, не купил, как будто бы купил. Ну, что, не покупай его. И открываешь. Что зашипело и потекло. Что зашипело и выходит? Кислогаз выделяется. А как он получается? Замещение. Кислородом на... Не, ну это всё понятно, накапливается. А вот именно химический процесс, что хоть он идет? А кисление? Интересно, что же там получается? Какая кислота является слабой электронной власти? Застали тебя праздно сидящей. Углеродная кислота. Я хочу снимать, ты такая работа и ты ходишь. Кто-то же должен, а природа умер. Я вас морально поддерживаю, братья мои. Вас только набежало, что я лишнего уже стал тут. Я думаю, он даже сложнее взорвать. Только баллов надо на пятерку набрать. Боему, это, лучше кепку пускай одевать. Никакой холод. Мы же все... Это без разницы, пускай кепку одевал. Он сейчас сходит париться в ней. Это нормально, мы же ходим все в кепку. Нормально. А что пробует? Одели, да и сегодня. Два балла есть. Да, по счету надо считать, что не обидно было. Так, ты улети сюда. У меня свисток где-то дома остался. Осталось 4 ведра. Внимание! Все сюда подходите. Оставьте инструменты. Мама, я после тебя буду пить. Старайся работу взять, чтобы не ходить. Я не могу ли что ли? Нет. Нет, не хромаешь? Нет. Ну-ка, юноша отдельно, девушки отдельно. Женский род. Ну давайте сюда, мужчины. Мужчины летишь туда? Я лету, а зачем? Я лету, мужчины. Я сейчас посчитаю, сколько у меня команды сегодня. Так, мужская команда. Ну, меня тоже считать надо. Ну, конечно. Раз, три, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Тринадцать. Женский батальон. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, один снимает, получается так, в два раза больше. Вот где распределили, никуда с места не отходить. Старайтесь с ней одну ведут и не стоять. Ведро одному нигде не брать с глины, только вдвоем. А когда друг от друга оттягивать, оно не тяжелое, не больше, там, трех-четырех килограмм, может быть, даже. Дальше. Сейчас сделаем небольшой отдых. Мы остаемся здесь. Мальчикам, где надо сойти, на двор, по-легкому. Вот сюда, вот, сойти, вот. Вон, где делают. А где пустите? Вон туда, вон там пустите. Видите, где? А можно сойти, если еще вон там, где это, стек воды, и там сойти. Женская команда, вон березки растут, видите? Вон она где. За них туда идите. И придите, попьем вместе воды и сразу за работу. Все, с Богом. Надо, не надо, сходите, все вместе туда. Видите, вы нам мешаете здесь. Все, да, мешаю. Так, кому надо, потом не проситесь, не на двор ничего, за следующие часы. Вон туда сходите. С мужчинами. С мужчинами. Туда сходите, вон там вниз спуститесь, на двор сходите. Если потяжелого, палочку возьмите, заройте, лопату возьмите с собой, кому надо. Заройте. Вот они пошли. Ребята мои, все. Женский восхален. Это опасная штука, женщинами знать. Они бывают суровые. Посмотри, иногда где женщины идут, крещат мусульманские, как они, широко рот раскрывают. Бунтуют, флаг несут такой страшный. И как русские там были, воевали тоже женщины, снайперы. Больше всех погубили людей. Ну, называют имена герои, ну, это жизнь. Такие же простые люди, ничего не знали. Я просто хочу слово сказать каждый раз. Вот мы копаем, пробку уберем, уберем все с дороги. И это, если только мы нарежем сейчас этих, приготовим, дня через два, могу заказывать бульдозер. Тогда бульдозер здесь, вон там место есть еще сколько, натяженный здесь. Он может поднять почти на метр. Утолочь, и из-за чего, чтобы глина была, и кучами навалить. Проезда тут нет. Вот это такой большой пролом, это вода промыла, всю глину несла. Вот уже бьемся здесь, тогда полтора дня потратили, сейчас сколько. И как они, как? Вон, вон летят, видишь, нет журавли. Наверное. Э, журавли летят, посмотрите. Вон они журавли летят, посмотри, тебе не интересно. Вон они летят, на небе. Вон журавли летят. Это журавли, это не аисты, не сапли. Куда-то залез или не может выйти, что-то с ним обязательно стучится. Или воды наберет, или что-нибудь. Так, вылазь оттуда, ну-ка, покажи. Что ты там завалил, что-то непонятно. Он, между прочим, самый праздный, сядет где-то, сидит или стоит. А он такой и есть, он за столом так же и везде. Мать не могла его не видеть. Где? Ветели уже, да? Да вон они, вон там. Мама приходит, кормить и поить, потому что мама у тебя болит. У нее руки одной нету. У тебя мальчиков сколько? Ему говоришь, он никого не слышит и не видит. Четыре, да, мальчики? Я с тобой разговариваю. Четыре, да, получается. Коля, это как? Илюша, да? Это Николай. Коля, Илюша, Ваня и Тарасик. Четверо мальчики. А девочек шесть, да? Пять. Всего девять детей, да? Сейчас все вместе помолимся, потом все это завалит он. Посадки стены, которая солома, мы сдвинем маленький или растеребим на несколько часей и так вдоль положим. Чтобы трактору не мешал, когда он придет. Иначе он его столкнет и там придется лазить тогда. Мы его даже так на бровку положить. А может быть здесь ему и место будет. Так, давайте помолимся сейчас и за работу. Не, попить просят. Попить? Пить кто хочет, э? Мы? Ваня, внимание, пить кто хочет. Мальчики, да, сначала? Да, мальчики. Кто по старшинству, э? Потом не пить, только сейчас. Мальчики сначала. После, как начали работать? По старшинству. Сначала Ваня. Сначала Ваня. Что кричите-то? Я говорю, перебивают. Сначала Ваня, ты будешь пить? Сначала. Самый старший, потом младший кто будет. Тогда, пожалуйста, может, походите. Скажите, Роман, он будет? Мы самый последний. Роман, пить будешь? Алло. Роман, пить будешь? Нет. Так, кто старший? Реша, иди сюда. Давайте. По старшинству. Так, мальчик, следующий кто у нас, Володя? На, Даша, на. Да, мне не надо. Не будешь, держи, Вань. Я не работал. Вот такое дело. По многу не пейте, иначе потеть только будешь. Все, хватит. Все, промощай его. Так, сними шапку. Когда нальют, перекрестись и выпей, чтобы вода была очищенная, молитвой. И тепло было бы. Так, берите, следующего передавай. Я не допил. Ну, еще налить? Нет, нет. Ну, давай, кому? Будешь? Давай. Не допить и не надо. А, вы выливаете. Каждый, на. Поэтому я давать буду совсем понемногу. Давай, пей. Вот так. Во славу Божию. Давай. Сейчас подпьете. Степа, ты пил? А будешь? Так, ногой не шоркай. Такие люди, вот они работают, любят грязь растирать ногами, что-то делать. Не делай ничего. Коли, дай кружку. Держи. Ну, девочку. Не надо, работу не могу пристроить. Так, куда мне послал, уже стоит. Кто не работает, тот не ест. Логинь социализма. Сними шапку, перекрестись. Ты ошибки сразу сделал. Вот так, господи, благослови. Ваня, Санина, задержи. Надо было старшему, почему не подошла? Так, выпивай все до конца. Так, следующий бери. Вон его, Николай. Сейчас молиться будем. Длинул-то два глотка и скажи пьет. Он не пьет, не есть, не работает. Это не жилец. И люди, которые мать или что, они считают, нормальный парень растет. Вот это холодное. Сейчас я его буду бедро таскать. Вот этого парня заставить. Все? Так, выпили все. Ну, слава богу. Да, брат. Напоил. Мне главное полю заставить работать. Все остальные работают. Работать начинать? Полю за наряжен на то, чтобы не работать. Все будем с тобой, да? Еще, напились? А? С тобой будем парить? Инатель Ильич, Игорь Барабаш предлагает свою помощь. Глину подвезти. Куном там еще что-нибудь. Куда? Сюда? Да. Не надо. Не надо. Нет, не надо. Откуда он хотел привезти ее? Ну, день поблизости тут взять и привезти. Ну, откуда б ездить? Оттуда что ли? Да она вот, она рядом. Ну, нам хватит глины, да? Нам хватит. Хватит. Там берут. Хватает, брат. Спасибо. Я думаю, так. Нет, лучше ты занимайся. Если надо, мы бы сказали. Ты дальше не проедешь тут. Все, с Богом, брат. Знаете, Тихоныч, начинай работать. Сейчас окна вон вкопает. Сейчас молиться будем еще. Помолиться. Да. Все. Помолиться хотели? Ну. Молиться. Или уже все? Слава, теперь на тронах. Все уже, да. Хотел, но сразу не помолились. Ладно. Перекрестились, а то за молитву пойдет. Работать, да? Так, на свое место. Мы с ним. А? Мы с ним сейчас носить будем. Меня там мальчик сменил. Никак не может. А кто разрешил? Лопатой. А вот он пришел откуда-то. Вы сколько его? Вы его сами к Ерему поставили. Вы меня сменили, но я теперь в стрию. Но там больше еще нету больше? Ну, что-то нет. У нас 4 группы. Там кто-то дашь что-то работает? Или это все на эту группу? Все там они работают на несколько групп. Ну, там же Роман. Видите, вот трое работают. Три группы у нас, да? Ну, у нас тут лишнее. Посмотри, вы знаете, что там из них. Пройди везде, посмотрите. А вот мальчик у вас стоит. Он с кем? Он работает хорошо. Они пары меняются. Так, Колю ничем не могу занять. Так они два, и мы два будем с ним. Возьмите, я не проработал. Возьмите. Нет, вы слышите? Нет, они же так свитер накопали. Вица! Вы слышите? Он ничего не делает. Заставьте еще что-нибудь делать. Кому-то приспособь ведро таскать, что угодно. Солому таскать, камни кидать, что угодно. Он ничего не делает. Да, да. Так, курзанно будет. Давайте лучше почерпим. Лапку по кодике, да? Сколько раз подтягивай? Три. Три. Я буду выступать. Ерём, а ты спал. Сырай опять. Видите? Не, ну, вчера-то. А у тебя зачет-то сколько ты потянул? Десять. Ну, Ваня, ты слабак. Тебя надо потерять какую-то переделку. У Урана, у Никтуна, у Юлии Ветера, у Сатурна, у Барса и у Урана. А какой самый большой спутник в солнечной системе? Вопрос, какой-то спутник. Или вы вдвоём высыпаете, или по одному? Ну, он вдвоём высыпает. Вы ему давайте, потому что ему удобнее, когда он сам рассыпит. Да-да-да, ему удобно. Отдавайте ему в руки, пускай он забирает. Глины не перекопать и не слить. Глины ещё. Тут уже не глина, а земля пошла. Листья глину, Ваня съест. Так, что-то он вглубь уже. Володь, ты скажи ему вглубь-то не надо, наверное. Листья глину, Ваня съест. О, уже террасами получается у нас. Террасами, говорю, получается. Как это вдруг? Ну, так иначе как. Ну. Сейчас я две подровняю, видишь? Ага. Нет, просто я имею в виду, где-то в других странах-то так делают, где земли-то мало. Террасами. Это всё по-европейски. Не землю, а глину. Глину надо, глину. Не землю, а глину. Глину. Глину, глину. Не землю, а глину. Лишнюю глину. А что, прося, почему по одному таскаете-то, а другие стоят, главное? Вы дайте работу вон этому, Николаю, там другим. Вдвоём таскайте. Вдвоём. Так, какой спутник покрыт льдом, и считай, что поднимут льдом. Ну, представьтесь. Вот сегодня у нас 12 июня, и мы на Рашистовском пруду. Вот пришли здесь, видимо, 19 или 20 человек, ребятишки. Всё, бобёр, сколько разрушил. Вот сейчас здесь, видите, как. Как вас звать-то, женщина? Наталья. Наталья. Откуда вы? Собака она. С кем приехала-то? С Ильёй. Вот Илья работает здесь. Вон, в ногом научится Илюша. Ты поняла уже это? Да, да. Тут всему научится. Вон, смотрите, это сено, которое сгнило, а выбрасывает его, Володя Пащенко. Вот видите, какая пыль идёт, дым. Вот такая работа. Тут никакой гигиены не надо ничего, потому что срептоцит галимый. Рядом скидываю её, а потом, когда всё сделаем, бульдозер будет. Вот Исааки работает. Его брат, тебе сколько лет? Девять. Девять? Осенью будет десять. Уже осенью, дети. А тебе сколько? Рот закрывай. Я же учил. Вот. Я сейчас узнаю. Тарась, а тебе сколько лет? Одиннадцать. Он и Ай. Десятого марта. Это его три сестры здесь работают, и он, и мать здесь. А эти потеряевские все. Так, Юремия, сколько тебе лет? Шестнадцать. Шестнадцать. Ты что, учиться, наверное, уже в другом месте будешь? Да. Потеряевку уже закончил? Да. Сколько классов закончил? Девять. Девять, потеряевки девяти классные. Виктор Николаевич, сколько тебе лет? Сорок четыре. Сорок четыре. Учитель потеряевский. Спортсмен. Наш барс и исполнитель. Алексей, сколько тебе лет? Тридцать три. Тридцать три. Алексей Устинов. Зеленый. Назови, как у тебя ребятишек звать? Варлам, Назарий и Втихий. О, вот это имена. Не то, что Вовка или там Сережка. Игорь. Он без песня такая. Пожалуйста. Да. Назови в календаре. Оставь. Так, поставь, поставь. Так, тебе сколько лет? Девять. Девять? А тебе? Девять. Как тебя звать? Как нет. А тебе? Вика. Так, а у тебя сестры здесь тоже работают? Да, работаю. Сейчас пойдем посмотрим. Три сестры у вас? Две сестры и один брат. Ага. Так, тут работает у меня кто? Тюк. Самый главный работник у меня. Коля. Это Коля, наверное? Да. Чтобы он работал каждую минуту. Тюк, куда вы хотели с сеном? Коля, что он тут стоит? В сторонку? В сторонку куда-то или что? В сторонку. Туда. Чтобы не тронуть. Далеко не упал. Убрать. Немножко вниз, да? Да, вниз. На самый берег прилепи его. Все сено. Вот подошел, спросил, сделал все. Тебя как звать? Фрося. Вот, понятно. Какие имена у нас прекрасные? А дочь, это сказать, сестру как звать? Янафа. Янафа. А брата? Младшего зовут Нестор, а старшего Иоанн. Вот так. А это Роман. Сколько тебе лет? Тридцать девять. Тридцать девять. Почти сорвать. Вот, смотрите как. Что делает здесь? Так, а тот-то как, не понял? Не, вот он остается. Как остается? Вот так. Подожди, как остается? Все, я дамбу уравняю, вы же сказали, вот так. Его выровнять с этим, раз этот делаешь-то. Нет, это пускай будет ступень, и все. Нет, нет, нет. Его поднимать к этому, и тогда заодно вести. Подними его до этого. Тогда не надо было его трогать. Я просто его для того, чтобы это не сползало. Нет, это сделать надо соединить с ним. И тогда травой его соединит. Обязательно поднять и соединить, тогда тот край он не упадет. Он подмоется и упадет. Так, сделайте так. Я потом на помощь еще пришлю. Пока низ подровняйте с этим вместе. Вот тут сестры работают. Никита, сколько тебе лет? 28. 28. Так, минутку, сестры, я у вас интервью возьму. Подождите. Что-то вы несете пол ведра. Как тебя звать? Ливия. Ливия, а тебя? Леонида. Леонида, понятно. Вот сестра их там. А там кто у нас сестра была? Как звать? Агния. Агния. Видите все, мама их здесь. Оля! Они с родителями. Это вот вся плотина, которую прогрызли нам бобры. И вот столько работаем. Третий раз уже мы выходим на нее. Но сдаваться нам никак нельзя. Он видно, где их хатка называется. Должно быть, я попал на нее. И дальше там, если смотреть, там где-то она появится. Ну где, я не знаю. Не видно мне. Правильно, неправильно там показываю. Где-то здесь. Я Володю попрошу, он поднимет. Вот так. Вот посмотрите, как мураши работают. Так, эти все выкинули. Сначала не копай. Руками собери. И забрось их туда дальше. Чтобы они не попадали нигде. Это пустое место гнило. Это каверна будет. Трасти. Помогите ему. Ведра, соберите ведра. Вот эти щепки. Щепки все собрать. И туда выкиньте. Это недолго. На это потребуется не больше, как одна минута. Оно уже вон с землей. Видно, что он таскал. Ему все равно. Ты же видел. Смотри, Никита. Прямо у тебя внутри. Ты с ним закапываешь. Не, не, не. Я очищал. Ну ладно. Вот мы в прошлый раз представили. Видите, как все приросло. Приросли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь деревьев. Закрепление трассы. Только очень понемножку, Роман, делай. Травы. Два раза траву, землю, потом землю опять, траву. И по ней тогда уже вода. Вот посмотрите, что такое деревня. Вот Коля. Это зачем поднимать? Хуже всех работает. Остал работать. Нормальный парень. Коля. Нормально. У матери руки левой нет. Я не спрашиваю сейчас с ними. Так, ребята. Глину, глину, быстрее. Как мне вот это не нравится. Так, давайте поднимайте на уровень. Поднимите только, а сразу туда на помощь, Роману. Скатился он. Скатился. Ну и пускай лежит. Оттуда будем брать. Остатки убрать все оттуда. Трассу полностью освободить. Так, вы продолжайте носить туда. Носите землю туда. Две минутки. Ребятишки устали. А? Устали две минутки. Это ничего не значит. Давайте. Устали. Устали, рука не отвалилась. Давайте дальше. Слово устали отсутствует в деревне. Тут работают, как Тарадоски говорит. Зарю, зарей смыкал мужик. Россия работала. Поэтому так развивалась. А тут пришли, тут какая работа-то. Мы же не горы долбим. Володя, покажи еще раз дальнюю вот эту. Я ее не видал. Не мог навести на нее. На хатку. Покажи, где бобровые хатки. Ну, покажи, я не могу. А, покажи. Ну, кому ты показываешь-то? Ты покажи, чтобы тут отобразилось и там. Меньше, насколько больше воды-то. Здесь по пояс было всего, да? У меня еще хатка. Где? Воды-то где? Когда вы рыбачили-то? Ну, я не помню, что. Ну, мы здесь же ходили с бреднем. Я не помню сейчас. Ну, да. С берега на берег-то. Ну, меньше было воды? Ну, меньше, да. Ну, вот. Поднимается помаленьку. Ну, все. Давай. Ага. Благословен Господь. Выключил? А, выключил, да? Каждый час. Тут отдых. Вот сейчас разливает опять воду. Со старших, начиная. Помаленьку, Лея, Володя. Совсем помаленьку. Они не добивают, не могут выпить. Вода холодная, опасно. Разопрели. Вот мы поднимаемся все выше и выше. Вот внизу видно даже. Не знаю, видно, нет от обоиницы. Дно видно. Вода такая чистая. Вот она, волны идут. Там видно. Вот мы после обсаживаем. Возрождаем село. Это Рыжковское. Рыжково. Рыжково она называлась. Здесь жили. Крайний домик. Прямо около здесь. Центр Потеряевки здесь был. Она вышла замуж за Потеряева, Ивана Нефантьевича. Вот какие имена были. Иван и в то же время Нефантьевич. А впереди, которые прошли, там такие интересные имена. Прохол, там как-то еще называют. Вениамин. Вот. А кто там разливает сегодня воду? Дядя Володя. Поет пасту свою. По очереди она. Может, ты просто понюхаешь, то льешь. Не понюхаю. Вы помолились хоть, девчины? Дядя Володя, можно ходить вон та полежать? Вот на той березкой. Конечно. Классное место для лежания. Разливает. Так, мне потом... А, вам тоже, да? Да, ну глоток хоть один. Я дальше не пил. Ладно, тогда. Я выключу все. Ну, ничего, дальше не пила.